Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про Nimble Framework, в частности про его вторую версию, о том, что изменилось, что добавилось, как это работает, для чего это нужно, ну и вообще. Итак, что же такое Nimble Framework? Ну, для начала это шаблон для создания API, то есть бэкэнда, или даже не столько для создания бэкэнда, или вернее, даже сказать правильно, не только для создания бэкэнда, а еще и для создания микросервисной архитектуры, потому что шаблон содержит два, на самом деле, шаблона. Один с использованием Identity Server, то есть который может быть главным сервером авторизации вашей микросервисной архитектуры, и второй шаблон без его использования, но шаблоны связаны между собой, я об этом чуть позже скажу и даже покажу. Дальше. В каждом шаблоне, в каждом из указанных шаблонов, есть настроенный слагер, в одном из них есть Identity Server, есть Entity Framework, работает который in-memory в режиме, то есть прямой связи с базой данных нет, он работает в памяти. Ну, очень просто это все переподключить на использование базы данных, и MySQL, Postgres или Entity Framework легко подключаются к MS SQL. Дальше. Также есть встроенные механизмы маппинга. Ну, у меня убеждение, на UI никогда не вытаскивать реальные сущности, ну, в силу некоторых причин, вот, даже если самая простая сущность, все равно для нее делать ViewModel, потому что после определенного времени использования потребуются какие-то свойства, которые не должен видеть пользователь или пользователь с определенной ролью, поэтому маппинг для этого используется, автомаппинг. Ну, и, естественно, все, что приходит от пользователя, должно как-то валидироваться. Есть в шаблоне пример реализации Fluent Validation, то есть это тоже как бы встроено в систему, вы можете это использовать. Ну, и на самом деле встроено два базовых функционала, которые позволяют быстро создавать крат-операции, то есть Create, Update, Read и Delete. Я об этом тоже скажу позже. Ну, и, наконец, Nibble Framework – это тестовая площадка для экспериментов. То есть каждый раз настраивать одни и те же инструменты, чтобы у вас можно было запустить проект и там проверить пару-тройку механизмов, это на самом деле такая нетривиальная задача. Ну, или вы одну не отстроите, или другую не учтете. А используя Nibble Framework, создали шаблон на новый проект, у вас уже есть Swagger, есть Identity, подключились, запустили, проверили, работает. Ну, как вариант на самом деле. Ну, и дальше. Итак, что я хочу показать на демонстрации. Я создам один проект из шаблона с Identity Server, я создам второй проект без использования Identity Server и покажу, как из второго шаблона, в котором нет Identity Server, можно авторизоваться, используя обращение к сервису и идентификации, то есть к Identity Server, и показать, как это все работает. Давайте переключимся в Visual Studio. И для начала создадим новый проект, вернее, новый solution. Ну, в частности, смотрите, у меня вот есть проекты, которые чаще используем, но вообще после того, как вы их установите, они у вас будут доступны вот здесь вот. Я выбираю вот этот вот, который из Identity Server, нажимаю Install, хочу Create, и, в общем, нужно немножко подождать, пока Visual Studio создаст его и установит все зависимости. Итак, Nugget пакеты почти все установились. Пока они устанавливаются, я скажу, что в каждом из шаблонов существует 4... В каждом из шаблонов solution существует 4 проекта. Core – это контракты, Entity – это непосредственно данные, то есть Domain модули, если хотите, или модели данных. В Data содержится Application DB Context, то есть непосредственно сама база данных и ее имплементация DB Context, и в Web – это, собственно говоря, сам API. Ну, и вот даже без каких-либо подготовок я просто нажимаю Start. Проект запускается, открывается демо-окно, в нем уже Swagger, и если я нажму «Авторизовать», пользователя и пароль можно найти в исходниках, есть файл, который называется Database Initializer, там создается временный клиент, и мне остается только добавить, что все это работает в режиме N-Memory, то есть в режиме демонстрации база данных, Entity Framework используется, который вы, собственно говоря, можете поменять в любой момент на любую нужную вам базу данных. Ну и смотрите, у меня получился профиль пользователя, здесь вот есть роли, которые мы будем потом запрашивать на другом сервере. Ну и, как вы понимаете, это все работает, я это пока сверну. Давайте создадим новый проект. Давайте его создадим теперь уже из другого шаблона-солюшена. Теперь он будет без Identity Server, пусть лежит в той же папке. Надо понимать, что это два разных солюшена, между собой они связаны, и, соответственно, это могут быть разные репозитории, которые могут развиваться разными группами разработки, собственно говоря, ну как обыкновенные микросервисы. Теперь студия снова устанавливает зависимости. Здесь структура теоретически абсолютно такая же, ну за исключением того, что некоторые штуки, которые привязаны к Identity Server, здесь просто их нет, потому что это находится в другом проекте. Ну и, в общем-то, я также могу запустить проект. Напомню, что у меня работают предыдущие, вот они, два, один, секунду, один с Identity Server, второй без Identity Server, и, в общем, вот даже если вот так вот сделать, то я авторизован в том пользователе, вот микросервис без Identity Server, а давайте я вот так и сделаю, зачем я его свернул. Я авторизуюсь с тем же самым пользователем, но уже у меня идет на Localhost 1001. Я прошу внимания, напомню вам, что у меня сервис стартанул с Identity Server, как раз на где-то здесь было написано, вот, на 1001. И теперь я захожу с этим пользователем на другом сервисе, как видите, авторизовался, здесь уже другие контроллеры, я позже поясню, почему они так называются. Вот я получаю роли для текущего пользователя на сервисе 2, и, как вы видите, вот те самые роли. То есть, такое количество сервисов, которые сейчас создано, то есть без Identity Server, их может быть много, да, и они все будут ходить на вот этот сервис авторизации. Мне кажется, на самом деле, очень удобна вот эта возможность построения. Вам единственное, что нужно сделать, указать, в какую базу данных вы эти хотите положить. И таким образом настроенные с авторизацией один и более микросервисов уже как бы вот работает, и вкупе уже все подключено, и Swagger, и Mapper. И на самом деле, мне кажется, это очень удобно. Поехали. Давайте дальше. Итак, смотрите. Два solution, два разных проекта. В одном есть Identity, в другом нет. Но они используют оба базовые сборки. Базовые сборки, они, собственно говоря, отличаются тем, какой подход вы будете использовать. Есть сборка, которая называется kolobonga.network.controllers. Она лежит в нугит-пакете в одном. И сборка, которая в ISP.netcore.controllers, которая лежит в другом нугит-пакете. Соответственно, они обе установлены. Соответственно, вы их можете использовать. Вот, собственно говоря, список всех использованных сборок. То есть, их на самом деле не так много. Ключевый момент в том, что, в общем-то, почему две базовые сборки, почему крат реализован двумя способами. Ну, под эту, собственно говоря, историю есть у меня такой анекдот. Ну, представьте, что правительство Франции решило организовать постройку туннелем под Ла-Маншем и обвела тендер. Вызвались Германия, допустим, Япония, ну и, собственно говоря, русские. После всех расчетов Германия выяснила, что они пробьют эту туннель под водой, собственно говоря, там, за два года. Будут бить с двух сторон, чтобы было быстрее. И попадут, не попадут. То есть, разница может там составить там полтора-два метра. То есть, когда два туннеля с разных сторон друг к дружку не попадут. Вот с этой вот разницы. Японцы посчитали, посмотрели, сделают это за полтора года. Прокопают под Ла-Маншем. С двух сторон тоже пойдут, чтобы было быстро. Ну и разница, то есть, не попадание туннеля в туннель с двух сторон может быть составит там до метра. Наши посчитали, посмотрели, сказали, мы пробьем за год. Ну, в крайнем случае будет два туннеля. Ну и, в общем-то, все сводится к тому, что есть две сборки, есть два варианта использования. И вы можете использовать что? Первое. Вы можете использовать Readable Writable контроллер, который лежит в первой сборке, который называется Unit of Work.Controller, который позволяет делать горизонтальное масштабирование на уровне контроллеров. То есть, давайте попозже, давайте второй вариант. Второй вариант, когда вы можете использовать вертикальное масштабирование. То есть, у вас используется медиатор, да, то есть, этот Secure S подход, или, если хотите, паттерн-медиатор, который позволяет реализовать Vertical Slice Architecture, то есть, вертикальное масштабирование, опять же, на уровне контроллеров. Ну и, собственно говоря, вы можете использовать оба варианта. То есть, в одном контроллере одно, в другом контроллере другое. Что вам больше нравится, то можно использовать. Это, в принципе, тоже будет работать. Более того, скажу, что в некоторых проектах у меня это работает. Плюсы и минусы в Writable и Readable контроллер. Собственно говоря, плюсы достаточно серьезны. То есть, вы можете при помощи Readable и Writable контроллеров, то есть, первой сборки, вы можете реализовать очень быстро. Крут, потому что там есть базовые реализации. Они построены вокруг Unit of Work паттерна. То есть, вы можете работать с разными репозиториями. Далее. Все, то есть, post-item и put-item методы, они закрыты транзакциями. То есть, работают уже непосредственно с базой Dens. Это интегрировано. Более того, Readable Writable контроллеры имеют точки расширения функционала, то есть, где вы можете вписать свой код, который будет обрабатывать те или иные ситуации. Ну и создание сниппетов для универсальных механизмов на базе вот этого контроллеров, на базе вот этих ReadWritable базовых реализаций, они существенно могут ускорить реализацию вот этого крут контроллера. То есть, все сводится к тому, что вы создали сущность, ну, например, там, Person, а потом через сниппет, который вызывается там буквально, там тремя кнопками, реализовали весь остальной функционал. Я в одном из видео на моем канале показывал, как это делается. Буквально там секунды нужны для того, чтобы сделать крут. Ну, единственное, что там нужно было еще настроить маппинг, но это в зависимости от сущности уже. Но так как есть плюсы и есть обычные минусы, вот, собственно говоря, количество вот этих точек входных оверайдов, да, так сказать, они вот ограничены, да, то есть не все, они везде, то есть она покрывает большинство функционала, но их на самом деле там порядка трех-шести, и это как бы базовая реализация на этом заканчивается. Ну, и смотрите, так как масштабирование горизонтальное, то есть на все методы шарятся одни и те же модели, одни и те же вью-модули, то есть если вы создали контроллер, который использует там Person View Model, то, допустим, Person Create View Model, Person Update View Model, то они на всех методах будут использоваться одинаково, одинаково равно, да, то есть одни и те же, но и это, собственно говоря, минусы. Что же говорить про плюсы и минусы вот паттерна Mediator, то есть который реализован в сборке Mediator. Ну, во-первых, это больная детальная реализация CRUD, да, то есть использованием Secure's Подхода на базе сборки вот этот Mediator. Ну, собственно говоря, если вы используете Mediator, то тут все вытекающие последствия. Это гибкость, это Extensibility, если хотите, это, ну, то есть расширяемость. Ну, и, в общем-то, раз это все-таки сборка, да, то есть она имеет базовую реализацию методов, которые, собственно говоря, вы тоже можете быстро накидать в контроллер, и на одном из видео в моем канале я тоже это делал, где-то можно посмотреть, как это делается. Ну, и основной плюс это использует Vertical Slice Architecture, который, на самом деле, сейчас является такой, ну, ну, не сказать модной, да, ну, не буду ничего говорить. На самом деле, вот эта архитектура мне очень понравилась, она работает исключительно гибко, ну, собственно говоря, у нее тоже есть минусы, и этот минус один. Более сложные методы придется писать самостоятельно, то есть вам придется самостоятельно реализовывать Unit of Work, самостоятельно реализовывать транзакции, например, какое-то логирование. Ну, надо сказать, что вот в этой сборке, которая isp.netcore.controllers, там более-менее, там есть, то есть реализации транзакций и Unit of Work, в общем, нужно с этим просто ознакомиться. Итак, способы установки, их на самом деле несколько, и первый это тот, что я вам буквально несколько минут назад показал, это как шаблон для Visual Studio. Мне кажется, он самый более подходящий на тот случай, если вам придется большое количество раз сгородить большое количество микросервисов, связанных между собой, в общем, ну, как вариант, да. Второй вариант, это установить те же самые шаблоны, но только используя экстеншн, это опять же тот случай, когда вам нужно создавать большое количество микросервисов, ну, то есть, пачками там, каждый день, ну, так бывает, поверьте. Ну, и третий вариант, это просто клонировать гид-репозиторий, взять нужный проект, переименовать на namespace и использовать его там один, который там на всю жизнь хватит, да. Первый вариант работает для Visual Studio, третий вариант работает под Rider, ну, и, собственно говоря, не знаю, может быть, другие системы есть, IDE, которые могут работать с C-шарфом, не знаю, наверное, Visual Studio Code еще. Ну, и давайте дальше. Я покажу немножко подробнее про каждый из способов. Первый способ – это шаблон установки через Visual Studio. Мы идем в микросервис-темплейт на GitHub, ссылка указана наверху, открываем папку Output, в ней находятся три проекта, я вот, если обратите внимание, выбрал SPNet Core версии 3.1, и здесь, собственно говоря, здесь два zip-файла, которые нужно скопировать к себе, сдаунлоудить и положить их в папку документ Visual Studio по номеру версии, template, project template, и вот я их, собственно, скопировал. И когда вы запустите Visual Studio, вы видите то, что я вам показал на видео в самом начале, то есть как раз эти два шаблона, ну, а дальше вы знаете. Второй вариант, когда вы используете extension для Visual Studio, есть на Marketplace шаблон, который называется Microservice Template, нужно открыть, собственно, говоря, Management Extensions, написать слово колобонга в поиске, вы видите этот шаблон, ну, я просто больше пока их не делал, ну, и, в общем-то, download, install, и, в общем, то же самое, появятся у вас там те самые шаблоны, даже немножко больше еще шаблоны каждого проектов, насколько я помню. Ну, еще хотелось бы отметить, что extension обновляется немножко реже, то есть шаблоны обновляются чаще, с extension нам обычно больше возни, ну, сами понимаете, это Microsoft, это Marketplace, это конвененциальность, это безопасность, там все немножко сложнее, поэтому тоже можно использовать на ваш вкус и цвет, как говорится. Ну, и второй, то есть третий способ, это прям зайти и склонировать себе репозиторий, зайти в папку ISP.NET Core 3.1, где вот лежит непосредственно четыре проекта, первые два, это сами проекты, из которых делаются шаблоны, а в третьей, четвертой это сами шаблоны, то есть модифицированные проекты. В общем, если вы склонируете себе эту папку, возьмете, допустим, первую с identity.module, переименуйте namespace, и, пожалуйста, у вас даже можете не переименовать, если нравится, у вас будет готовый проект, вернее, solution с четырьмя проектами, которые можете использовать. Ну, и в общем, в каждом проекте, как вы видите, также лежат четыре этих, в каждом solution лежат четыре проекта, собственно говоря, как для identity.module, так и, собственно говоря, для .module, вы их можете использовать, как говорится, и хвост, и в гриву, вдоль и поперек. Я использую для клонирования fork, ну, в общем, достаточно удобная система, и можно прямо скопировать склонированный объект в нужную папку, поменять namespace, поменять настройки, и, в общем, настроить подключение к базе данных, к реальной базе данных, SQL, например, и, в общем-то, это будет тоже работать. Ну, и в заключение, что бы хотелось сказать в заключении. Содержание папок в репозитории как бы может изменяться, то есть, какие-то папки придут, какие-то будут, названия проектов нет, то есть, вы всегда найдете тот нужный проект с Identity Server или без него. Дальше, со временем старые версии, которые были 2.3.0 и 2.2, они будут удалены, потому что, ну, не знаю, давайте отпишитесь в комментариях, нужны они или нет, я просто не знаю, используют или нет, а тащить их, ну, как бы особого смысла нет, тащить, я имею в виду по ГИТу. Ну, и также будут добавляться новые версии, мы ждем, когда появится .NET 5.0, соответственно, 3.1 будет какое-то время еще доступно, ну, и появятся реализации для 5.0. Опять же, прошу вас, отпишитесь в комментариях, вдруг нужно сохранить старые или, допустим, пока вы их используете и не нужно удалять. Ну, и, в общем, я жду от вас предложения дополнения по функциональности в шаблонах, может быть, какие-то сборки, может быть, какие-то дополнительные возможности, может быть, какие-то шаблоны, не знаю, давайте отпишемся в комментариях, что бы вы хотели бы еще видеть в шаблоне, ну, то есть, надо иметь в виду, что это не конкретно, чтобы под вас работало, а, допустим, для всех, чтобы было бы удобно там видеть какой-нибудь там хелпер или еще каком-нибудь хрень, ну, понятно, да, о чем я говорю. Ну, и на этом я хочу с вами попрощаться. Наверное, все. Ну, и в качестве шутки еще добавлю, если говорить про хорька и норку, то есть, это два таких милых, шустрых зверька, проворных, да, то есть, нимбл, то в нашем варианте, то есть, в моем варианте нимбл фреймворк, это что-то типа хонорика, да, то есть, это скрещивание каких-то хорек и норки, вот, я не нашел фотографию, к сожалению, хонорика, ну, вот так вот примерно его изобразил, так что, скорее всего, это будет логотипом, тоже пишите в комментариях, вместе посмеемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok